Всем привет, с вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Хемингуэй мог бы написать свой самый грустный рассказ о московском районе Топорева-Никулина. Именно там удивленные жители обнаружили в мусорном контейнере целую свалку новой обуви. И что самое странное, почти вся она только на правую ногу. Кто это сделал, не ясно, но, вероятно, в мусорке оказались образцы обуви. Обычно их как раз поставляют в единственном экземпляре. Хотя это не помешало некоторым особо запасливым соседям взять по одному ботинку себе домой. Челябинский метеорит-2. 13 февраля в пролив между Францией и Англией упал метеорит. Примечательно, что его падение накануне предсказал венгерский астроном. Благодаря этому в 6 утра по московскому времени в Европе удалось снять падение метеорита диаметром около 1 метра. К слову, 15 февраля будет юбилей падения Челябинского метеорита. Он оказался на озере Чебаркуль в 2013 году. Кажется, в этом году мы уже пережили достаточно. Давайте следующую серию. Челябинский метеорит-2. Здесь никаких правил, только чистая решимость. Пассажир сломал чемодан, чтобы не доплачивать за багаж в аэропорту. Крик души случился в Эдинбурге, когда мужчина не смог поместить свою ручную кладь в калибратор. Тогда он психанул, поставил чемодан на пол и ногами отломал ручку и колеса. Решение нестандартное, но кто сказал, что так нельзя? Пользователи соцсетей посмеялись над спыльчивостью пассажира, но похвалили его настойчивость. Какая решимость? Аплодирую. Новый гений преступного мира. Полицейские из США раскрыли кражу за час. Запись с камеры видеонаблюдения показала, как на заправку с черного хода вломился некий мужчина. Взял несколько товаров из магазина и вышел через переднюю дверь. Вот только на кассе обнаружилось нечто неожиданное. Его банковская карта. Полицейским вор сказал, что честно хотел купить нужные товары, но поскольку магазин и заправка были закрыты, то он вломился и обслужил себя сам. А после оставил карточку, чтобы с нее списали деньги за то, что он взял. Увы, похвальные стремления американцы не освобождают его от ответственности. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok